Финансовая политика По словам министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергея Гласье, нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран Кроме того, экономисты-эксперты считают, что появление еще одной валюты на мировом рынке поможет в целом стабилизировать ситуацию Процесс постепенного перевода международной торговли на недолларовую основу идет уже довольно давно В том числе и соглашения существуют, соответствующие между Россией и Китаем, по которым расчеты могут осуществляться в рублях и юанях Тем не менее, пока полностью перейти на бездолларовую основу нереально Напомним, что в 2019 году юань занимал шестое место по итогам использования валют в мировых расчетах после иены, фунта и франка Федосия Ершова, Универ Ньюс